Из маленькой трещины в большую проблему. В редакцию программы «Республика» позвонила жительница Чебоксар и едва ли не плакала. Говорит, писала письма во все инстанции, получала только отписки. Как же удивились мои коллеги, когда поняли, что речь идет всего лишь о балконе. Почему женщина плачет и почему молчат колокола? Большая трещина. Стена у балкона того гляди свалится. Кому она свалится на голову, непредсказуемо. У нас 10 этаж. Какая траектория будет у падения, не знаю. Поэтому я уже звонила и писала, и куда только не писала. Галина Калашникова рассказывает о своем балконе, но показывать не решается. Просто боится. Конструкция может обвалиться в любой момент. Возможно, ее можно было как-то укрепить, заделать, не знаю. Но никто даже не отреагировал вообще. Прокуратура передает, вот мы обращаемся туда, они передают это в городадминистрацию, там, куда там строят дело какие-то, чего-то. Вот эти опять вот. И по кругу, вот так все по кругу, по кругу, по кругу, вот по кругу. Всему дому давно нужен капитальный ремонт. Трещины по стенам, штукатурка осыпалась, арматура торчит. В соответствии с жилищным законодательством, фасад многоквартирного дома относится к общедомовому имуществу, которое должно удовлетворять требованиям надежности и безопасности. Именно управляющие организации должны нести ответственность перед собственниками жилых помещений за нарушение своих обязательств по надлежащему содержанию общего имущества в МКД. Но это лишь неудобство. Балкон пенсионерки – реальная угроза. Жители дома и прохожие боятся. То и дело задирают головы – упадет, не упадет. Стараюсь объезжать. Я когда в первый раз увидел, спросил у родителей, а что это такое, почему. Они сказали, что вот балкон, и очень опасно, вот, может обвалиться. Я просто прохожу, видела, потому что мы в больницу ходим, детский поликлинику там. Ну, это мимо тоже. Страшновато. А вдруг обрушится. Сама Галина Калашникова готова уже остаться вовсе без балкона. Лишь бы не стать виновницей трагедии. Нет, я туда… Ну, я выхожу вот на этот балкон. А туда я боюсь ходить. Я же не камикадз. Я конкретно хочу, чтобы порядок навели с этим балконом. Если можно его отремонтировать, пусть отремонтируют. Если нельзя его отремонтировать, каким-то образом это все нужно убрать, чтобы хотя бы на голову никому не упало. Вот это вот я хочу. По закону, балкон – собственность владельца квартиры. И именно он обязан бить в колокола и требовать ремонта. Если колокола молчат, может заговорить уголовный кодекс. Ольга Алексеева, Анастасия Братцева, Регина Кубайкина, Георгий Кривошейн, Республика.